МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях днях. 20 лет лишения свободы в исправительном учреждении максимальной безопасности. Суд вынес приговор темиртаускому убийце двухлетней девочки. Более 600 гектаров очищено от мусора, посажено 3000 деревьев. В Доме дружбы состоялась торжественная церемония закрытия 13-го трудового сезона молодежных трудовых отрядов Жасыл-Ель. Обо всем более подробно. 20 лет лишения свободы. Такой приговор вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам темиртаускому убийце двухлетней девочки. Страшное преступление произошло 27-го июля. По резонансному делу об убийстве двухлетнего ребенка оглашен приговор. Житель Темиртау отправился в колонию на 20 лет. Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Исламхан Исенбаев признал подсудимого виновным по статье Уголовного кодекса убийства. Приговор суда, где-то убийца, первые пять лет проведет заключение в исправительном учреждении максимальной безопасности, то есть в тюрьме. В июле текущего года гражданин Камнев, находясь у себя дома, это в городе Темиртау, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинился смерть собственному ребенку, то есть дочери, 2015 года рождения. Мотивом данного совершения, совершения данного преступления явилось то, что маленький ребенок, то есть не слушал отца и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Камнев совершил убийство, а именно стал наносить многочисленные удары по различным частям тела ребенка и в конце концов задушил ребенка. Первый вице-министр сельского хозяйства презентовал новые карты развития агропромышленного комплекса. 31 октября Караганду с рабочим визитом посетил первый заместитель министра сельского хозяйства Кайрат Айтуганов. Он рассказал карагандинским агропромышленникам о новых программах и целях на ближайшие пять лет. Караганда стала первым регионом, который посетил вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов. Цель государственной программы – обеспечить производство востребованной на рынках конкурентоспособной продукции агропромышленного комплекса, вовлечение в товарное производство мелких хозяйств посредством объединения их в кооперативы, развитие сельхозмашиностроения, агропереработки, а также решение проблем водообеспечения. При развитом машиностроении в Караганинском регионе это можно реализовывать. Мы уже сегодня видим положительные результаты данной программы. Сегодня уже результаты. Мы 22 миллиона тонн зерна в этом году собрали. Были упреки в прошлые годы, что качество зерна очень низкое. Надо сказать, впервые за последние 10 лет качество зерна уже сегодня 65% только третьего класса. Надо сказать про Караганду. Карагандинская область, где качество всегда было высокое. В этом году качество зерна 25 криковин и выше. Это составляет основу зерна Карагандинской области. А сегодня нужны сорта пшеницы элитного класса. Нужно готовиться к производству востребованной продукции на мировом рынке. То есть необходимо пересмотреть возможности пассивных площадей для кормовых, культур и бобовых. В частности, течевицы, которая востребована на мировых рынках и ценится на уровне пшеницы. За 5 лет запланировано такой показатель, что за 5 лет в Казахстане на 2 миллиона гектаров будут активизированы площади пшеницы. Это не говорит о том, что вал упадет. Почему? Потому что доставшиеся 10 миллионов мы должны взять тот объем, который мы получали в прежние годы. Мы это видим, что это реально. Те площади, которые уйдут, скажем, из-под пшеницы, они будут высеваться востребованными культурами, которые востребованы на мировом рынке. В первую очередь, это масличные культуры, это бобовые культуры, это многолетние и однолетние травы, которые нужны для животноводства. 12 аккарт рассматривались на совещании. Это и переработка, и сельхозмашиностроение, и семеноводство, и агрохимия, земельные ресурсы. Разъяснительную работу ведем по всем областям, собираем сельхозтоваропроизводители, работников сельского хозяйства, скажем, территориальных управлений. Для чего? Это государственная политика ВПК государства. Поэтому надо сказать, что люди должны знать, в первую очередь, что с чем применять, надо поделиться с мнениями, высушить мнение всех, искать, на ком правильном пути мы находимся. Пересматривается и обеспечение субсидиями сельхозпроизводителей. Потребительский подход исключается. Каким быть сельхозпроизводителю покажет время. Но сегодня надо ориентироваться на мировой рынок, не забывая внутренние потребности страны. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 27 октября президент Казахстана Нурсултан Азарбаев подписал указ о переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Но обсуждения большого эволюционного шага для страны продолжаются. Студенты Карагандинского государственного политехнического университета тоже высказали свое мнение о переходе на латинскую графику. Студенческая аудитория всегда наэлектризована. Но когда зашел разговор о новой графике казахского алфавита, все стали серьезными. Ведь здесь сталкиваются сочетания многих факторов. В первую очередь переход государственного языка на латинскую графику нацелен на качественную модернизацию языка. Организаторы встречи также отметили, что реформа будет осуществляться последовательно. В народе готовит сегодня несколько мнений по этому поводу. Но я думаю, что наши филологи, ученые, лингвисты пересмотрят еще раз вообще, как будет этот этап перехода на латинскую. Вообще, собственно, алфавита. Возможно, какие-то коррективы внесены могут быть. Это потому что любое начало, любой переход полагает определенные трудности. Студенты правильно понимают необходимость перехода на латинскую графику. Это и сближение Казахстана с другими кюркскими странами, которые такой переход уже совершили, и экономическое понимание стран Евросоюза и других стран мира. И что отмечают в первую очередь студенты – общение в интернете. Латиница поднимет цивилизацию Казахстана на более высокий уровень. Все народы будут объединены и смогут общаться в мировом пространстве. Переходный период, конечно, будет непростым. Основные трудности будут связаны не с бюрократической составляющей, а с практической частью. Назарваев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу. При этом глава государства заверил, что с переходом казахского алфавита на латиницу страна не откажется от русского языка и использования кириллицы. Сергей Высокозов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Полторы тысячи молодых людей по всей Карагандинской области стали бойцами студенческих строительных и молодежных трудовых отрядов Жасыл-Ель. В Доме дружбы состоялось торжественное закрытие 13-го трудового сезона. Наиболее отличившиеся бойцы удостоены дипломов и подарков. Лучших участников программы Жасыл-Ель наградили в Доме дружбы. Один из них – студент Ануар Марамов. По этой программе он работает первый раз. Трудился по своей будущей профессии – техникам-технологам по полимерному производству на одном из предприятий Сарани. На торжественном собрании Ануар признан лучшим бойцом. Я планирую работать по профессии, по профессии техник-технолог. Но если Жасыл-Ель в этом поможет, то конечно. В трудовом сезоне нынешнего года в рядах бойцов Жасыл-Ель и студенческих строительных отрядов отработало 1500 человек. Бойцы были задействованы на озеленении скверов, парков, городов и районов области, санитарной очистке территорий. Объем выполненных работ составил около 663 гектаров земли. Высажено 3000 деревьев. Созданы агитационные экологические отряды. Проведено порядка 20 мероприятий по охране природы. Каждый участник обеспечен заработной платой, а также графиком работы в соответствии с возрастом. Оплата получается с целением 60 тысяч. Это минимальная зарплата получается и плюс доплата с республиканского бюджета 35-394. Ну, в среднем 60 тысяч зарплата. В соответствии с законом о труде, получается, если есть 18, не более 8 часов в неделю, не более 40 часов в день, не более 40 часов в неделю. А если нет 18, не более 6 часов в день. Всего были награждены победители по 10 номинациям. Среди них лучший командир, лучший боец, лучший работодатель и другие. Главные цели деятельности студенческих строительных отрядов, содействия в трудоустройстве молодежи, развитии казахстанского патриотизма, гражданственности и активности молодых людей. Стоит отметить, что молодежные трудовые отряды были созданы в 2005 году по инициативе главы государства. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области судьям помогают медиаторы. Это люди, которые помогают конфликтующим принять решение, которое устроило бы всех. В республике продолжается работа по внедрению медиативных способов решения споров. По инициативе КГУ Кухамдах-Келесэм аппарата Акима Карагандинской области в Актугайском районе провели учебный семинар на тему «Медиация. Лучший способ разрешения конфликтов». Уладить споры и разногласия не прибегая к суду. В этом заключается главная цель Института медиации. Нынешний семинар был посвящен не только теоретическим аспектам медиации, но и практическому применению вне судебных способов разрешения конфликтов. Сегодня отмечается увеличение количества случаев разрешения споров с помощью медиаторов. В частности, это конфликты, связанные с вопросом наследования, разделения имущества при разводах, трудовые споры. При оформлении людей на работу и обязательно, значит, индивидуальный трудовой договор, ну, в отличие от государственных служащих, и дополнительно, что нужно всегда проговаривать, каждый год, то есть год трудовой, он обязательно заключается в дополнительной трудовой, дополнительный, ну, как договор, допик мы его называем, обязательно проговаривается и заработная плата, и проговаривается режим работы, и проговариваются должностные обязанности и так далее. Потому что к нам в центр приходят те люди, которые именно начинают это отношение работодателя и работника. После учебного семинара в Актугайском районном суде состоялся круглый стол по вопросам развития института медиации. Сегодня в Карагандинской области зарегистрировано 322 медиатора. Главная задача нынешнего семинара – через Акимов поселков призвать население участвовать в развитии медиации. Это отметил председатель районного суда Миржан Касымбеков. Я считаю, что народ уже начал понимать пользу от медиации. В работе семинара приняли участие Акимы поселков и профессиональные медиаторы. Затем Акимы поедут в свои регионы, и там будут разъяснять населению всю необходимость развития этой программы. Кроме того, в каждом Акимате будут открыты кабинеты медиации. По итогам круглого стола принято решение о том, что в Актугайском районном суде, а также в сельских округах откроются кабинеты медиации. Здесь на постоянной основе будут принимать всех желающих. По итогам семинара всем участникам были вручены сертификаты. Андрей Тен, Ержан Алипов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амансово Умстар. Редактор субтитров А.Семкин